Добрый день, дорогие друзья и зрители! Добрый день, дорогие друзья! Наверное, один из самых моих любимых. У меня есть три, наверное, комьюнити по всему Орландо, которые мне очень нравятся. Вот это один из этих моих любимых, называется Индепенденс. И он настолько известный, что когда люди спрашивают, в каком городе вы живете, вы скажете Индепенденс, не глядя на то, что это находится в Интергардене. Все знают, что вы живете в Интергардене. Комьюнити шикарное, оно огромное. Здесь просто по комьюнити мы сейчас ехали-ехали, очень ухоженное. Здесь было несколько фаз, то есть как бы застройки. То есть это огромное-огромное комьюнити. Это как город в городе, можно сказать. На территории этого комьюнити прямо находится элементария школа, начальная школа. Мы пока ехали, много людей гуляют с собачками, дети одни на велосипедах, без родителей. То есть очень такой сейф, безопасный комьюнити, безопасный район. Давайте быстро я расскажу по цифрам этого дома. Цена дома 460, то есть дешевле, чем тот дом, который мы видели, там 499, да? Здесь 460, 2186 квадратных фит, в переводе на квадратные метры 203 метра, 3 спальни, 2,5 ванных. Total annual fee в месяц 166, выше, чем другой комьюнити. Но здесь, ну так, из-за того, чтобы жить в этом городе, люди платят, да, такие суммы. Зато здесь налог пониже 3 700 в год. Какого года постройки? Постройка 2014 года, дом поновее. А сколько лот здесь? А, да, вот это интересный вопрос, 0,13 акра. А, ну это значит где-то 5 соток. Да, это меньше, чем. Это я так и говорила, что стандартные лоты, это где-то в районе 0,13, между 0,12 и 0,14. То есть тот лот был оверсайз, мы называем, побольше. Этот стандартный лот. Сделан так же, как и все остальные дома. Первый этаж блочный, а второй деревянный каркас. Гараж на две машины, он отдельно, отдельно здание, отдельно дома. Что интересно. Во дворе, там сзади мы увидим. Покажем. Бассейна нет. Бассейна нет. Но и стоит дешевле, чем предыдущий. Кому-то он как бы не нужен. Не всем нужен бассейн. Ну да, конечно. Давайте пройдем посмотрим. Да, пройдемте. Школы здесь тоже очень все хорошие, очень. Здесь семейные районы, все эти города с хорошими школами и безумно популярные у покупателей. Так. Здесь мы заходим сразу у входа спальня. Мы не разобрались, как свет включить, так что извините. Да-да-да. Ну, в темноте да не в обиде. Так, здесь все. Спаленка. Подростка. Ты знаешь, а я же не вижу здесь. Кстати, это не спальня. Да-да, это здесь на самом деле офис был. Да, я думала, это одна из спален, но это офис, получается. Но они сделали спальню. Хорошо. Вот сами как хотите, так и делайте из комнаты, что хотите. Так, значит, от двери, извините, что задаю. От двери, когда проходите, распашонка идет налево. Половина санузла. Так, что тут у нас раковина, все, половинка. Направо, направо постирочная. Она же прачечная. Прачечная, постирочная. Да, водонагреватель есть. Ну, в принципе, все помещается. И посмотри, как интересно, большая, очень большая кладовочка под лестницей. Ух ты, прикольно. Вот здесь пылесос, всякая утварь. Все помещается. Классно. Хорошо смотреть, когда все мебелировано, как люди живут, да? Сразу ты имеешь представление. Как поставить мебель. Да, да, да. И сразу уютно. Здесь мы попадаем в гостиные, кухню. Да. Что я не вижу здесь, нет официальной столовой. Да, да, да. То есть вот она здесь. Так. Ну, вот, например, мне она бы не была нужна. Я тоже так думаю. Многим не нужно два стола. Вот мне этого вполне достаточно было бы. Да. И кухонка хорошего размера. Да, нет острого, конечно. Но, опять же, он не всем нужен. Да. Все, тут пантрель тоже есть открытая. Посмотрите, такая хорошая. Вместимая. Вот ее можно закрыть. Единственное, что я обратила внимание, холодильник идет к замене, скорее всего. Он такой пошарпанный немножко. Ну да, поживший. Поживший. Да, с 2014 года. Так, а здесь это называется Living Room, да? Где смотрят телевизор? Да, это Family Room. Ты знаешь, я все пытаюсь понять, что это за полы. Я думаю, что это все-таки линолеум. А я думаю, ламинат. Я думаю, что линолеум. Не линолеум, а виниловые полы. Виниловые, да. Я неправильно подобрала. Точно, точно, винил, винил. Ну, то есть вот, на первом этаже виниловые полы. Вот здесь Family Room, да? Ну, все так тоже нормально размещено, вполне себе хорошо. Ну, видишь, если подальше захотеть быть от телевизора, то уже диван не подвинешь, да. То есть как есть, так есть. Да, ну слушай. Как вот стоит сейчас мебель. Да-да-да, диван такой. Диван такой не слабенький здесь. Так, ограждение конкретно, как комната отдельная. Я бы, наверное, на их месте по-другому развернула эту комнату и повесила телевизор на эту стену. А, ну, кстати, да, да. Так же тоже можно. Это вы можете играться уже сами, как захотите. Ну, хорошо, это не так важно. Да. Мебель, потому что здесь не остается. Мебель не остается. Да, будете сами покупать. Пройдем наверх. Проходи, пожалуйста. Так, здесь те же самые полы, лестницы, сделанные из винила. Как мы это определили. А вот перила деревянные. Так, смотри, как интересно они сделали здесь офис. Бонусная комната. Да, из бонусной комнаты сделали офис. Так как офис у них занят спальней. Подросткам. Да, сыном. Так. Наверное, сразу пройдем. Это гостевые спальни. Хорошо. Две. Проходим. Они делят одну ванную на две спальни. Ух ты, а тут еще такой закуточек есть, да? Что-то можно там тоже. Можно ставить. Да. Да, да, да. Винившихся. Непослушного. Так. Далее проходим. Поверхность не гранитная. Да, не гранитная, что, конечно же, небольшой, но минус. Ванны стандартные. И плиточка здесь стандартная. Это все. Ну, фасады деревянные. Можно перекрасить. Так. И оставить. Ой. Боже мой. Так. Что у нас? Всякие разные вещички. Так. Все. Вторая спаленка детская. Спаленки маленькие, но на самом деле, честно говоря, большинство времени люди проводят в гостиной. Да, но посмотреть, даже все равно здесь есть где разместить столик все равно. Ну, да. В принципе. А, еще смотри, что мне нравится. Да, вот не стандартные здесь вешалки. А вот, можно сказать, да, встроенная мебель. Чаще всего во вторых полочках. В спанях, не в главных, да. Просто металлические полки, а здесь прям уже встроенная мебель. Мне очень нравится это. Это тоже, между прочим, стоит денег. А еще, посмотри, они как придумали подсветку неоновую. Ага. А, и деревянную, смотри, деревянную вставочку с одной стороны сделали. Тоже прикольно. Ты знаешь, сейчас все дети украшают так вот этими неоновыми гирляндами. Так, здесь у нас находится кондиционер. Кондиционер, что хорошо. Кондиционер нового 2020 года. Отлично. Ты знаешь, мне кажется, что это было не кондиционер нового, а может быть это сервис? А, нет, инсталл, инсталл, все. Вижу, инсталл. Не, я прям вижу новенький, вот реально. Они иногда так пишут, когда сервис делают и дату пишут. Здесь мы проходим хозяйская спальня. Хозяйская спальня тоже достаточно. Она не такая большая, как в прошлом доме, но она большая. Да. И окна тоже углом мне нравятся с двух сторон, когда. Здесь цена за дом, конечно, премиум вот этот из-за самого комьюнити. Да, 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 конечно. Комьюнити, ну, просто бомбический, если можно так слово сказать. Очень ухоженная, приятная. Очень ухоженная. У них очень хороший клубхаус, очень сейв, как я сказала, все безопасно. Бассейн. Это реально как город весь. Сам индепендент. И я знаю, здесь многие люди, ну, друзья, которые здесь живут, они покупать будут только в этом комьюнити. То есть больше никуда не хотят. Мне тоже понравилось. Это как, знаешь, как Авалон парк, помнишь, мы снимали? Вот что-то похожее. И мне там тоже понравилось. Это как бы запланированный, ну, запланированный город в городе. Так вот можно сказать. Таких здесь не один, но все они очень хорошие. Как Celebration, как Авалон. Единственное, что здесь нет ресторанов, как бы нет центра города с ресторанчиками, как в Авалоне есть и в Celebration. Но когда строили этот комьюнити, его рекламировали, что строят второй Celebration. Ну, извините, здесь все-таки поменьше цены, чем в Celebration. Да, да. В Celebration за такую цену уже даже в Кондо, наверное, хочешь. Не говори. Так, я хотела обратить внимание. Здесь ковроли. Да, ковроли, но он свеженький. Свежий, да. Хороший. Так, а мы проходим дальше в хозяйскую ванную. И мы видим две гардеробные с двух сторон. Мужская и женская. Пожалуйста, мама, папа. Очень удобно. Очень удобно. Да, и там свет, все это закрывается, соответственно. Вот. А мы проходим в ванную. Вот ванная есть и душевая есть. Так, что тут у нас еще есть? Там туалет. Туалет закрывается, что очень правильно. И кладовочка. Тоже замечательно. Опять-таки поверхности не гранитные. Да, на самом деле это не будет очень много стоить. Две раковины. Ну, тоже все в приличном состоянии. Ничего не покоться на. Да, конечно. Видно, что семья любит этот дом. Все очень чистенько. Мне нравится. Очень уютно. Сразу видно аура такая хорошая у дома. Мне кажется, это тоже важно. Там кто-то есть внизу. Здравствуйте. Hello. Hi. Итак, мы выходим на бэк-ярд. Здесь дворик. Он значительно... Видно даже, да, что он меньше еще. И как бы гараж занимает какую-то часть дворика. Да, да, да. Гараж такой. Как отдельный домик, да? Слушай, а гараж можно переделать вообще в еще один домик? Что тут скажешь? Кстати, да, посмотри, окно. Ну, даже окно есть. Похож на домик отдельный. Давайте посмотрим гараж. То есть, с той стороны заезд, а с этой уже вы выходите. Вот, видите, там гаражные двери. Тут чего только нет. Всякое разное. Ночная съемка режим. Хотя здесь есть, по-моему, свет. Не будем на гараже долго задерживаться. Я знаю, что хотела сделать замечание, когда гараж стоит отдельно от дома. Да. Минус в том, что в дождливой Флориде... А хочется навеса, да? Навес тогда нужен какой-то, конечно. Потому что вот, ну, приехали вы из магазина, припарковали машину в гараже. Ты права. Идёт ливень. Да. И вы с этими сумками. Ну, здесь небольшой проход, смотрите. И забежал. Ага. Так, ну вот он такой небольшой дворик. Гараж приличную часть занимает. Сейчас мы покажем, что там за гаражом. Вот как это выглядит. Что-то они там выращивают, пытались посадить. Ну, всё аккуратненько пострижено. Забор новый, да? Как выглядит, как новый такой беленький. Тут вот мусорные баки. Всё очень аккуратненько. Шланг. Деревца красивые такие. Я даже не знаю, что это такое. Но красивое деревце. Так, и вот у них есть небольшая обеденная такая зона. И барбекю, даже два барбекю. То есть немножечко... Не всем нужен бассейн. Ну, конечно. Ну, оно и дешевле стоит. Здесь очень большой комьюнити бассейн. Да. Если кому-то нужно искупаться. А, кстати, да. Вот поэтому и чего и выше. Правильно же? Да. Ну что мы заканчиваем тогда? Ну что ж, господа, я сделала свои видео. Отошлю Наталье, потому что пока мы обработаем для канала видео, уже этот дом тоже уйдёт. То есть сегодня мы будем решать, какой из этих домов Наталье понравился больше. И будем посылать наши офферы. Так что удачи нам. Надеюсь, что это выиграем. И покажем обязательно этот дом. Да. Так что следите. Обязательно покажем. До свидания. До встречи. Пока-пока. Давай, давай, давай. Красотуля. О, какой красивый. Большой. Такой большой мотыль. Вау. Очень красивый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой большой.